Да там никаких ощущений нет. Светит и светит. И это отзыв на лучевую терапию, когда раковые клетки убивают радиацией. Вот только Надежда Фролова ее теперь не боится. Недомогания нет ни во время процедуры, ни после, что вообще уникально. С диагнозом рак матки она одной из первых в крае испытала на себе оптимизированную терапию. Это называется брахитерапия, контактная лучевая терапия, когда радиоактивный элемент, который должен убивать рак, находится не снаружи, а внутри тела женщины, непосредственно в полости органа, поблизости от опухоли. Вводим железные трубочки, подбираем индивидуальный под нее аппликатор. Дальше под давлением вводится кобальт. Наш аппарат работает на кобальте, это радиоактивный элемент. Под давлением он вводится и выдает нужную заданную нам дозу. Но особенность процедуры в другом. После томографии данные об опухоли попадают в компьютер. Так рисуется точный образ пораженного органа для специальной программы, которая и будет управлять подачей радиации. Когда врач оконтуривает мишень и здоровые органы, тем самым он передает КТ-изображение в цифровой формат, для того, чтобы машина поняла, где и что находится. И после этого машина может спокойно сконфигурировать 3D-изображение. В красные точки и направят радиацию. Ее интенсивность определит тоже программа. Она учтет и размер опухоли, и уже накопленную дозу лучей. За счет точечного подхода вред для организма минимальный. Опухоль получает наибольший процент лечения, чтобы мы не дали опухоли развиваться дальше. Но при том соседние органы получили наименьший процент повреждающий. Лучевую терапию с 3D-планированием на Алтае применяют с начала года. Злокачественную опухоль половой системы выбрали не случайно. Это самая распространенная среди женщин онкология. Технологию опробовали уже на 30 пациентках. Лучевых осложнений после терапии ни у кого нет. В будущем метод планируют внедрить в онкодиспансерах и использовать для других видов рака в полости органов. Анастасия Дороган, Николай Шелко. День с толком.